Добрый вечер, уважаемые ребята, возможно родители, которые тоже присоединились, послушать о том, из чего складывается устная часть ЕГЭ именно в 2023 году. Сначала я хочу представиться, меня зовут Оишка Аксана Олеговна, я являюсь преподавателем Департамента иностранных языков, Высшей школы экономики и также практикующим преподавателем, не только вузовским, и работаю с выпускниками школ, поэтому все ваши переживания, чаяния и даже уровень вашей подготовки мне известны изнутри, потому что я непосредственно имею контакт. И являюсь, наверное, самое ценное сегодня для вас, являюсь экспертом по проверке работ ЕГЭ, как письменных, так и устных, уже в течение довольно большого периода времени. Сегодня мы с вами поговорим о устной части ЕГЭ, именно формата 2023 года. На самом деле в конце нашего вебинара вы узнаете, что не так уж много и не так уж все в негативную сторону, как многие всегда переживают, поменялось в новом формате устной части. Поэтому я думаю, что немножечко вас успокоят в плане подготовки. Мы узнаем, как я уже сказала, о содержании заданий, также о том, какие умения проверяются у вас сдающих экзамен. Я вам расскажу и надеюсь, что с вашей помощью открою некоторые подводные камни, которые могут встретиться во время выполнения вами задания по устной части. И также буквально чуть-чуть поделюсь с приемами, средствами и ресурсами, которые вам могут помочь подготовиться качественно. Дополнительно, надеюсь, к тому, что вы уже делаете со своими преподавателями, как здесь, в открытом университете, так и, конечно, со школьными. Начнем с entry test. Первый вопрос, который бы я вам хотела задать, и я буду сейчас смотреть в чате на ваши ответы, это сколько заданий включают в себя устная часть ТГ 20-23? 5, 3, 4 или затрудняюсь ответить? Нажимайте, пожалуйста, в чат варианты, которые, ага, 3, 3, 3, хорошо, все, да, 4 задания, отлично. Хорошо. Молодцы, все справились с первым вопросом, entry test. И сейчас мы с вами увидим, какие же действительно части входят в устную часть ТГ. Первый вопрос, это чтение вслух, условный диалог, расспрос, экзаменуемый задает вопросы в одном направлении, да, так же, как сейчас я, но я надеюсь, что кто-то с той стороны меня слушает, и вы можете со мной вступать в беседу, да, задавать вопросы или, по крайней мере, ставить лайки или там плюсики. На экзамене такого, к сожалению, не будет, да, у вас. Дальше. Третье, это условный диалог, интервью, экзаменуемый отвечает на вопросы. И четвертое, это связанное тематическое, монологическое высказывание с элементами рассуждения. Обоснование выбора фотографий, иллюстрации, предложенные теме проектной работы и выражение собственного мнения по теме проекта. Ну, или зачастую данное задание называют проект. Второй вопрос нашего Entry Test, где можно делать записи во время подготовки к устному ответу непосредственно во время экзамена. Я сейчас не говорю о тех вариантах, как вы готовитесь сейчас, да. Жду также ваши ответы в виде номера на экране, нигде, в бланке ответов номер 3 или опять затрудняюсь ответить. Угу. Вижу ответ Олеси, Полины. Отлично. Отлично. Кто-то подписан на только фамилии. Отлично. Нигде. Вы абсолютно правы. Это такой челлендж, к которому нужно быть готовы сейчас. И несмотря на то, что сейчас вы можете записывать, посылать голосовые сообщения или написанные от руки, да, своим преподавателям варианты ответов на экзамене, действительно нет возможности нигде ничего записать. Перед вами будет компьютер, гарнитура, да, которая предоставляется пунктом проведения экзамена. Это очень важно, ребята, знать и помнить, потому что свои наушники или какие-то свои микрофоны или другие средства связи вы не можете ни взять, ни принести, ни использовать на экзамен. То есть вот вы зайдете, отдадите свой лист экзаменационный организаторам, они вам определят, за каким компьютером вы будете отвечать, и так начнется ваш экзамен по устной части. Молодцы. Следующий вопрос нашего entry test – это сколько максимально первичных баллов можно получить за всю устную часть в ЕГЭ 20, 23, 20, 15, 25, затрудняюсь ответить. Когда я готовила данную презентацию, то, честно, впервые за весь свой опыт написала первичных баллов, потому что в этом году, вы знаете, у нас поменялось количество баллов первичных, да, поэтому вот такой вопрос решил вам задать. Молодцы, опять все отлично справились с ответом. Это 20 баллов. Слава богу, что максимальное количество баллов за продуктивные виды деятельности, то есть письмо, эссе, ну, для описания графиков, да, таблицы, сейчас его так называют, и также за устную часть осталось непоколебимым. Это 20 баллов, да, и мы видим, как они распределены по заданиям, абсолютно неравноценно, кажется вам, да, но в ходе нашего вебинара вы поймете, почему первые три задания дают 10 баллов вместе в сумме, и почему одно последнее задание, которое, даже если вы не уверены, даже что-то в этот день у вас пошло не так, нельзя от него отказываться, потому что оно дает одно задание 10 баллов, то есть оно самое-самое весомое. И последнее, непосредственно, переходя к нашим уже моментам экзаменов, последний вопрос, entry test. Какое максимальное количество баллов? Может быть, полтора, или затрудняюсь ответить, да, но я вам только что показала, конечно, ответ, и вы, естественно, знаете, это единичка, правильно, то есть за чтение вы можете получить один балл. Экзамен начинается с фонетического чтения, да, то есть начинается с чтения текста, который вам будет предложен. На экране появится текст, который будет состоять из определенного количества слов, порядка 200 единиц, но на самом деле даже нет нигде не заложен в кодификаторе объем точный, да, но это текст, который вы успеете, должны успеть почитать за полторы минуты. Кодификатор. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к разбору заданий, я бы вас хотела, ребята и уважаемые взрослые, кто, возможно, меня тоже смотрит, слушает, попросить не игнорировать, а активно пользоваться официальным сайтом, на самом деле единственным проверенным сайтом, где представлены все материалы, так как они должны быть и как оцениваться, и из чего состоять, по всем предметам, а непосредственно это сайт fp.ru. Внизу вы увидите ссылочку у него, но это не активная ссылочка, просто запомните, и если еще не знали, то, пожалуйста, заходите. Там по каждому из предметов, в частности по английскому языку, ну или по всем иностранным языку, и английский в том числе, будут представлены кодификаторы, спецификации и именно демоверсии. Что такое кодификатор? Кодификатор – это документ, в котором прописано, что должен уметь учащийся выполнять и что, в каком объеме он должен знать для того, чтобы успешно пройти испытание ЕГЭ, для того, чтобы успешно знать тот или иной предмет. Там прописаны все темы, все лексические, грамматические, ну понятно, что не все лексические единицы, да, тут я вам говорила, все грамматические единицы, которые вы должны знать, все лексические темы, все словообразовательные компоненты, которые необходимо знать для выполнения заданий не только по устной части, но и письменную часть, и непосредственно саму тестовую часть. Поэтому, если вы зайдете и посмотрите, какие темы там указаны, то, поверьте мне, точно вреда не будет, а только одна польза, потому что вдруг вы увидите, что какую-то тему вы еще совершенно не затрагивали в рамках изучения английского языка в школе, и, наверное, стоило бы на нее обратить внимание, да, и попросить возможных преподавателей вам ее объяснить, либо самостоятельно используя все эти возможные ресурсы. Спецификация – это то, как непосредственно состоит, из чего состоит экзамен и что необходимо выполнять. Это, возможно, не такой интересный документ, но некоторые вот ссылочки на него у вас будут во время нашей презентации. Время на выполнение чтения вслух, как я уже сказала, 3 минуты общие, то есть полторы минуты на подготовку и полторы минуты непосредственно на ответ. Максимальный балл, вы абсолютно правы, 1 балл и уровень сложности А2, А2 плюс базовый. Что это подразумевает? Что вы должны, сделайте себе такую установку, вы должны справиться с этим заданием. Базовый уровень. Вы же уже написали такой сложный тест, да, в другой день, когда вы сдавали письмо, часть. Вы же сочинили письмо и описали чудесным образом график. Что такое прочитать текст? Вообще ничего не стоит. Мы боремся за каждый балл и не отдаем легко один единственный балл за чтение вслух. Таким образом выглядит задание также из сайта ФИП, демонстрационного варианта ЕГЭ-2023. Я уверена, что вы их уже смотрели, возможно, анализировали, прорабатывали со своими учителями. Я обращу на некоторые моменты, которые бывают, что вы либо не знаете, либо игнорируете, забываете. Все задания, которые включают в себя ЕГЭ, включают в себя ЕГЭ, коммуникативно направлены. То есть мы всегда ожидаем, что нас слушает собеседник, а это действительно будет эксперт, который будет слушать вашу речь на следующий день, возможно, через день, через два дня, тогда, когда до нас дойдет отцифрованная ваша голосовая запись. И каждый раз ситуация обыграна, представлена. Здесь мы представляем, что we are preparing a project with a friend. То есть обращенность нашего чтения должна быть, а не просто так мы в парту, внушись или в микрофон что-то бурчим. Нет, наша речь должна быть понятна. Воспринимайте, пожалуйста, первое задание чтения текста вслух, или его еще называют фонетическое чтение, ну, насколько мы можем его сделать, да, в условиях стресса, фонетическим качественным чтением, как некая языковая фонетическая зарядка накануне всего выполнения теста. Согласитесь, если первый, блин, не комом, если первый шаг мы сделали удачно, успешно, а не споткнулись, то и весь экзамен у нас пройдет на ура. Поэтому, когда мы видим текст, который у нас появляется на экране, мы начинаем с ним качественно работать. Что это значит? Во время подготовки к экзамену, как я уже сказала, у вас будет гарнитура, да, то есть вот как мне здесь тоже в первом корпусе высшей школе экономики предоставили на вас, и микрофон. Настройте, пожалуйста, его так, чтобы вам ничего не мешало произносить качественно свою речь. Иначе, когда мы слушаем то, как вы читаете, мы должны очень-очень прислушиваться к тому, что вы вдруг пробурчали себе под нос. Извините, пожалуйста, за такие слова. Но действительно, некоторых бывает очень сложно оценить, потому что вы что-то невнятное очень нечетко произносите. Произносите четко, понятно, качественно, возможно, даже утрируя, некоторые звуки, да, вот как я сейчас стала тоже утрировать некоторые звуки на своем родном языке. Особенно обращайте внимание на окончания, которые тоже должны быть четкими. Electricity has changed our life in many ways. Да, звук з должен прозвучать. Если вы скажете in many ways, we can now stay up longer and devote more time to work studies, потому что вы боитесь, что не успеете, вы не получите дополнительный балл за скорость. Это не нормы ГТО, которые нужно здесь выполнить. Это качественное произношение и чтение с паузами, с хорошей артикуляцией. Мой совет, и я всегда настаиваю, чтобы ученики, чаще из моих, когда видят текст, не говорили, а, я все готов, я буду читать. Нет, они воспользовались полутора минутами для того, чтобы проговорить без голоса, но хорошо разминаем губы тот текст, который у вас перед глазами. Поверьте, пожалуйста, ребята, опыту, и можете прочитать множество психологических, психологических, методических исследований по этому поводу, что когда мы с вами произносим, даже буквально губами, да, вы будете произносить пока без голоса, машина вас в это время писать не будет первые полторы минуты при подготовке, то ваше ухо и ваши губы не дадут вам сделать ошибку, которую, возможно, ваши глаза и ваш мозг могли бы совершить, если бы вы начали читать без вот этой предварительной разминки. Потому что у нас задействованы при чтении как органы речи, так, естественно, и наш мозг, да, память, зрительное восприятие, аналитика и так дальше. Но еще и ухо, и язык, да, весь артикуляционный аппарат, который, как ваша голова говорит, надо так сделать, они скажут, нет, мы такого не знаем, мы не дадим тебе неправильно произнести. И тогда включается снова анализ, включается память, вот точно, это же ведь carnage saving, а не так, как вдруг хотелось сказать. И measures, я не слышал какого-то другого слова, да, которое, согласитесь, можно и по-другому прочитать. Я слышала слово measures in our household. То есть обязательно шевелим губами, когда мы готовимся вот эти полторы минуты. Следующее, на что нужно обращать внимание, это на паузы. Перед запятой обязательно должна быть коротенькая, но пауза. После точек должна быть хорошая, более длинная пауза, для того, чтобы вы просто отдышались, чтобы вы набрали воздух, для того, чтобы продолжить следующую мысль, изложенную по следующим предложениям. Хочу отметить, что текст, представленный в демо-версии, которую, как я уже сказала, вы также найдете на сайте FIPI, не сложный. Он, конечно, изобилует различными словами electricity, eco-friendly, measures, household, energy. Ну вот несколько раз появляется, да, это слово electricity, expensive, energy, saving, bulbs. Мы вспоминаем с вами, как произносятся звуки в закрытом и в открытом слогах, тоже тренируем это все в течение обучения. Но, я хочу сказать, почему я обратила внимание на то, что это не сложный текст. Что, как правило, да, помимо различных терминов, которые встретились в предыдущем варианте, тексты в ЕГЭ всегда, и посмотрите, этот текст отличается от предыдущего. Да, он кажется меньше, но ничуть не легче. Всегда имеют числительное, что является довольно большим препятствием для ребят, которые, ну, видимо, числительные прошли в начальной школе и успешно про них забыли, о том, как они должны произноситься. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на то, как звучат, как мы правильно должны произносить числительные, да, 2% 13, два ударения, да, первое и второе более мощное на суффикс team. Дальше, 26, 180. И здесь то, на что я уже обращала внимание. Chickens, eggs, да, возможно, даже утрирую окончание, чтобы мне не пришлось переслушивать вас несколько раз и догадаться, звучит ли звук з или нет, да. Дальше, здесь также, обратите, пожалуйста, внимание, есть географическое название, есть имя и титул известной личности. Queen Victoria. Я думаю, что в этом году, возможно, будут тексты, посвященные Елизавете II, да, великой королеве, которая, к сожалению, в силу возраста и, естественно, того состояния, в котором она уже находилась, сколько-то лета, ушла в мир иной в сентябре, но оставила огромный след в истории Великобритании и всего мира. Поэтому Queen Elizabeth II, да, нужно повторить. Все эти известные имена. Очень часто бывают, вот здесь я вам такой слайд приготовила, на что нужно обратить внимание, да. Очень часто бывают названия различных континентов, морей, озер, стран. Пожалуйста, повторяйте, да, то есть при помощи различных ресурсов, которые сейчас доступны. Как можно готовиться к чтению? Первое, это регулярная фонетическая тренировка, то есть скороговорки, интонирование диалогов, имитация за учителем или диктором. Возможно, вы любите каких-то исполнителей, пожалуйста, пойте за ними. Это тоже отличная тренировка вашего артикуляционного аппарата и ваша подготовка к ЛИГЭ. Также чтение вслуха, продоваривание текста, о чем я говорила, губами при выполнении заданий даже на грамматику и лексику в письменной части. Давайте здесь немножечко остановлюсь. Особенно базового уровня, то есть первое задание по грамматике, второе задание и можно даже третье задание, но не полностью, а как раз в те случаи, когда вы колебнетесь. Либо тот, либо другой глагол, посылок и предлог употребить. Опять же, ваши анализаторы, которые подключаются для контроля того, что будет делать голова, подскажут, нет, я add about не слышал, но add to, add to this, add to this text. What I'd like to add in addition to. Я такое сочетание слышал, давай-ка выберем вот именно это сочетание. То есть обязательно нужно все проговаривать. И максимальная практика ответов устных на уроках. Пожалуйста, не игнорируйте. Очень часто в 11 классе вы почему-то начинаете, ну как-то немножко небрежно, что ли, относиться к вашим обычным школьным занятиям. Да, возможно, они не такого высокого уровня, как бы вам хотелось, но это тренировка, это постоянный контроль со стороны учителя и дополнительная возможность вам поучаствовать в том, чтобы повторить язык и какие-то правила выучить заново. Здесь, посмотрите, как я написал, повторить и повторять, а также выучить количественные, числительные, порядковые даты, то, как нужно назвать года. Дальше. Основные географические названия. Моря, океаны, названия животных, растений. Два текста, которые у нас с вами были представлены, были про электричество, это из области физики, то есть из науки физика. И следующий был про королеву Викторию, да, это история. То есть, пожалуйста, повторяйте, имена известных личностей Великобритании, Америки, России. Это ученые, писатели, художники, да, Шейкспир, Диккенс, Марк Туэйн, Шарлот Бронти, Пожалуйста, повторите те фамилии Хемингуэй, кого вы читали и о ком вы проходили в школе. Название наук, да, что я имею в виду. Философы. Философы – это просто любимый камень преткновения. Как и psychology. Да, существует вариант, что буква П озвучивается. Да, сейчас очень много онлайн такого варианта произносения слова psychology, но это неприемлемый для экзамена вариант. Пожалуйста, psychology, psychologists. Таким образом произносим данные слова. Название профессий и многое, многое, многое другое. Еще, ребят, буквально на 5 секунд вернусь к этим слайдам с текстами. Мы можем пропустить, то есть допустить ваши 5 ошибок. Только 5, да, 6 уже лишает вас баллов. К этим ошибкам относятся как неправильное произношение, да, того или иного слова или того или иного звука. Дальше. Интонирование. Если вы делаете какие-то непонятные паузы посреди предложения, это тоже будет считаться как ошибка. Еще ошибками являются те случаи, когда либо вы пропускаете слово, например, the largest single cell in nature, ostrich egg. Смотрите, я пропустила артикль. Ну, чего? Ничего страшного вроде бы, да, вы подумаете? Нет, артикли пропускать нельзя. Все нужно произносить так, как написано. Также это будет ошибка. Если вы добавили какое-то слово, тоже вы часто любите добавлять какие-то свои слова. Видимо, очень нервничаете или хотите поучаствовать в создании данного задания. Нет, ничего нельзя ни добавлять, ни убирать. Нельзя преобразовывать в аббревиатуру. Например, написано the United States of America. Вы должны прочитать the United States of America. Или если написано the UK, вы не должны показывать свою образованность в данном экзамене, в данном задании, и не говорить the United Kingdom, да, а сказать the UK. То есть что написано, то так и произносим. Еще, если вы не успели дочитать хоть вот парочку слов, хоть буквально одно слово, либо по ходу чтения выпустили строчку, мы уже сразу не засчитываем все задание. Это очень строго. Поэтому не торопимся размеренно, уверенно, качественно, с предварительной подготовкой, проговоря, проартикулировав тот текст, который вы будете читать. Система вас не пишет первые полторы минуты. Затем она пишет вас. Мы переходим ко второму блоку, который называется диалог-распрос. Я вижу в чате, бывают такие ситуации, когда начинаешь запинаться от волнения. Это будет рассматриваться как ошибка? Полина поняла ваш вопрос. Мы чувствуем, либо ребята запинаются и сбиваются из-за того, что волнение, и мы понимаем, в каком вы состоянии стрессовом находитесь. Если, конечно, эти сбивчивые ваши варианты чтения будут очень сильно влиять на то, как будет понят текст, возможно, даже будет снижение балла. То есть будет засчитана как ошибка. Да, еще, если такие повторяющиеся, ну вот у вас будут, да, прерывистые формы чтения, то мы посчитаем это как одну ошибку. Не будем вас наказывать и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и все, больше не слушаем ваш рассказ. Каждая ошибка, если вы, например, произнесли слово psychologist не так, как положено, и раз, и два, и три, она не будет умножаться. Это будет одна ошибка. То есть неправильно произнесенное слово в начале текста не будет умножаться на пять раз, если вы его встретили пять раз и произнесли пять раз неправильно. Я кажется, это мысль Данислава. Так, еще один вопрос я вижу сейчас. Есть ли ограничения по времени? Да, да, конечно, Даша. Мы об этом говорили в самом начале, на каком славе, как спецификация. Есть, конечно, это полторы минуты. Через полторы минуты вас система писать не будет. Все, вас система обрубит на той части приложения, на которой вы будете находиться, и мы просто ничего не сможем услышать. То есть после того, как выключится система, вы даже можете не продолжать, не начинать возобновлять это действие, потому что вас уже система не пишет, она автоматически переходит на следующее задание. Да, пожалуйста, ребят, не ускоряйте, не замедляйте, ничего не нажимайте на клавиатуре, или что-то вам будет доступно, мышка или кнопочка, еще что-то, потому что вот не дай бог вы собьете что-то, то придется организовывать целую техническую экспертизу, и это все описывается, вам назначается новая дата. То есть это довольно нервно для всех, и для организаторов, и в первую очередь для вас, для вашей семьи, родителей. Поэтому включили, сели и выполняем задания по тому, как заложена система. Хорошо? Ничего не стараемся ускорить, все будет идти своим чередом. И еще, да, самое главное примечание по поводу чтения, и это касается, ребят, всех остальных видов деятельности, то есть всех остальных заданий. Это, если вы ошиблись, или даже случай, как я вам говорила раньше, вы упустили какое-то предложение, или, ну, сбились, не прочитали это слово, ничего страшного, вернитесь к тому месту, где, как вы посчитали, сделали ошибку, и начинайте безразличных, ой, извините, пожалуйста, я больше так не буду, или там, ой, у меня что-то пошло не так. Ничего не нужно, вы просто возвращаетесь на начало того предложения, или той фразы, где вы ошиблись, и произносите так, как вы считаете, должна она звучать. Никто, кроме вашего внутреннего голоса, вашего уха, и вас самих вам не подскажет, как и что нужно делать правильно, да, то есть, если вы посчитаете, что это правильно, все, вернулись и продолжили чтение. Так, переходим ко второму. Если есть какие-то еще вопросы, можете включать микрофон, как мы говорили в начале. Все понятно? Идем дальше. Ко второму пункту, да, диалог-распрос, максимальное количество баллов с того года, который вы можете получить, это? 5, 8, 4, затрудняюсь ответить. Это? Жду ваших... Ага, так, ответов в чат. Правильно, 4 балла. Это максимум, который вы можете получить. Молодцы. Диалог-распрос, да, опять, на что он настроен? Направлю. Диалог-распрос осуществляет запрос информации, и кодификатор нам показывает, что проверяет, как мы умеем обращаться за разъяснениями. Это очень важно. Проверяется ваше умение участвовать в диалоге-распросе в целях обмена фактической информацией, задавать прямые, конкретные, по сути, вопросы для разъяснения ситуации. Время на выполнение, да, то, о чем спрашивали выше, также будет лимитировано. Полторы минуты на подготовку и 20 секунд на каждый вопрос. Чуть ниже вы поймете, что это значит, если вдруг еще пока этим вопросом не задавались. Максимум вы можете получить 4 балла, то есть по одному баллу за каждый заданный правильно вопрос. Правильно, то есть вопрос должен быть, по сути, о том, о чем нужно спросить, это раз. Дальше. Абсолютно правильно, грамматически построены и без явных лексических и фонетических ошибок, которые могут мешать пониманию вашей речи. Уровень сложности тоже базовый. Опять, вы должны сдать этот блок успешно, потому что, согласитесь, вы уже накануне, а возможно, кто-то позже будут или уже писали письмо, в котором вы тоже задавали вопросы к другу по переписке. Сейчас у нас переписка онлайн с вами, о чем будет говорить другой лектор, Екатерина Владимировна, в следующем вебинаре. Так вот, таким образом выглядит задание. Смотрите, story of advertisement, обычно это бывает какая-то реклама или брошюра об услуге или об интересном мероприятии. Join our mini golf club. Вот на это, ребят, обратите, пожалуйста, внимание, что картинки, они не просто так для того, чтобы показать, как классно парнишка играет, какой замечательный во дворе его дома есть гольф-клуб, а сказать, что мы с вами собрались пойти в гольф-клуб. Почему я на это обращаю внимание? Очень часто здесь у нас идеально просто сформулировано задание You are considering going to the mini golf club. Все есть в задании. Но бывает, и вы можете это наблюдать в различных пособиях и сайтах. Написано следующее You are considering going to the place или You are considering going или doing this or that activity. То есть не сказано, куда же мы с вами собрались пойти, позвонить, узнать, расспросить, поучаствовать, в чем. Поэтому картинка с надписью вам в помощь. Тут может быть либо a dancing studio, либо a mini golf club, либо разные-разные другие места, пункты назначения, куда мы с вами обращаемся за разъяснением. И отсюда мы понимаем с вами, что особенно первый вопрос должен быть очень четко нами сформулирован, чтобы те, кому мы звоним, поняли, что мы не ошиблись с адресом, телефоном, номером и так дальше. А именно этот мини-гольф мы звоним, что именно у них мы хотим узнать последующую информацию. В частности, в первом пункте место его расположения. Location. Запомните еще раз. смотрим на картинку, на то, что написано над ней, особенно в случае, если здесь будет, ну, такая, извините за фразу, аморфная, да, то есть общая, очень обтекаемая фраза, которую очень часто составители, к сожалению, используют даже в экзаменационных материалах, а не только на разных тренировочных сайтах и подкастах, которые вы тоже сейчас знаете, используете с удовольствием. А что нужно делать, да, то есть что же мы в этом задании выполняем? Это мы звоним, чтобы получить уточняющую информацию именно в ту организацию, которая названа или, как я сказала, написана, да, на рекламной брошюрке в задании. Не придумываем что-то свое, а выискиваем, куда же мы все-таки должны, да, обратиться-то за разъяснением. Следующее задать четыре прямых вопроса по заданию и не нужно говорить все время. Также не нужно делать никаких, ну, сейчас вроде бы так и не делают, но вдруг вы такую найдете подсказку, не следуйте ей абсолютно, какую-то вводную, ой, знаете, я так люблю гольф, хочу вот вам позвонить, давайте все-таки будем общаться. Нет, просто где располагается ваш гольф-клуб. Where is your mini-golf club located or situated? Ну, мы сейчас посмотрим пример вопроса. Дальше. Каждый из четырех пунктов, то есть каждый из четырех вопросов всплывают на экране по отдельности после того, как вы в течение полутора минут подумали, а какие же четыре вопросов вы будете задавать. Эта ситуация понятна, это, так скажем, организация понятна, ну, если что, поставьте плюсики. То есть сначала вы видите все четыре, все четыре вопроса с заданием, затем после полутора минут они уходят с экрана и каждый вопросик появляется на 20 секунд по отдельности. не переживайте, первый вопрос появится, потом всплывет второй и третий и четвертый. Ждите, ничего не ускоряем. И то, о чем я уже сказала и здесь подчеркнула презентация, в первом вопросе обязательно назвать то место организацию мероприятия и так дальше, куда вы обращаетесь. Ну, вот примеры на самые такие несложные, я тут скажу демоверсии предложили вам варианты вопросов я вам накидалась здесь, да, то есть location, место расположения, да, местоположение. where is the mini-golf club located or situated or what is the location of the or your mini-golf club. То есть обязательно указание того, куда мы звоним и наличие, я даже видите, нарушение всех правил орфографии написала большими буквами артикль определенный в середине предложения, да, потому что именно в этот гольф-клуб, а не в какой-то другой мы собираемся с вами пойти. Можно заменить the location of your mini-golf club, можно на его, бывает вам нравится больше его. Второй вопрос equipment rental. Данная фраза, данное сочетание стало встречаться недавно, это не что иное, как аренда, прокат, оборудование, снаряжение, да, и здесь мы, получается, вот такие варианты вопросов можем предложить. Can I rent any, all the necessary equipment in the or your club? Do you or does the your club have equipment rental? or have any equipment rental? Or have the service of the equipment rental? Да, то есть тут можно варьировать. Смотрите, пожалуйста, здесь я вам показала пример, что можно спросить do you have equipment rental? Но это уже второй вопрос. Мы уже с вами представились, мы уже с вами сказали, что да, я к вам звоню, я не ошиблась нового. Пожалуйста, дайте мне ответ еще на второй, на третий, четвертый вопрос. Но в первом you нельзя. Is the equipment rental in the club? In your club? То есть такие варианты вопросов возможны, допустим. Следующий вопрос, который нам предлагают задать, это number of members. How many members are there in the club? Members, поэтому many, да, если будет time или еще какое-то, да, другой существительный, неисчисляемый, естественно, будет how much is there? И так дальше. То есть мы соблюдаем жестко правила по грамматике. Да, я вам сказала, что проверяют грамматические ваши навыки. Если вы здесь допустите, все будет идеально, хорошо, хоть малейшую грамматическую ошибку, особенно подлежащую сказуемую или порядок слов, то ваш балл слетит, вы потеряете один балл. Каждый вопрос оценивается отдельно. Всего вы можете набрать 4, да, мы с вами проговорили выше, балла. What is the minimum age to join the club? Да, здесь опять мы не можем с вами поставить неопределенный артикль E, потому что что такое вообще в принципе будет минимальный возраст? Вопрос коммуникативный, коммуникативный будет абсолютно другим. The minimum age именно тот, который требуется, каков минимальный возраст для того, чтобы вступить в ваш клуб. Еще, пока я не перешла к следующему слайду, хочу сказать вот что. Тоже редко, но бывает. How about the minimum age in your club? Or how about the number of members? Or what about the number of members? А как насчет? Вот знаете, такая форма, она замечательна для общения, но вне экзамена ЕГЭ. На ЕГЭ мы соблюдаем требования, которые прописаны вот в нашем кодификаторе, который мы видели выше и в самой формулировке заданий. Как вы можете готовиться? Моя подготовка. Выучить правила построения прямых вопросов, порядок слов, вспомогательные глаголы, как меняются смысловые глаголы, если вспомогательный глагол у нас did или does. Знать вопросительные слова, не путать when и where, how и which и так дальше. Также на уроках максимально задавать вопросы к текстам, не игнорировать эти нелюбимые вами задания, изучаемые на уроках материалом. Учителя спрашивайте, учителя только счастливы, если спрашиваете, но тем более правильно, отличная тренировка. И тренировать вопросы на занятиях в классе. Так, как я и говорила, второй блок прошел, давайте ваши вопросы по второму блоку. Мне кажется, он довольно понятный, да? Если нет вопросов, то я перехожу к следующему entry test question six. Какое максимальное количество баллов можно получить за диалог интервью? Семь с половиной, да? Кто знает, может быть, и такие сейчас возможно? Пять, три, затрудняюсь ответить. Молодцы, все прекрасно знаете требования. Это пять баллов, потому что мы должны с вами ответить на пять вопросов. Ну, на самом деле, сейчас вы увидите, как это представлено, опять же, в демоверсии 2023, и поделюсь с вами тем, как это было и в том году, во время экзамены. Кодификатор умения участвовать в диалоге, понимать вопрос на слух мы должны уметь, правильно использовать грамматические структуры, подходящую лексику, логично отвечать на вопросы и проверяют вашу спонтанную речь. Спонтанная речь появляется впервые как объект контроля, потому что до этого у нас с вами было время на подготовку. В этом задании у вас, как вы видите, времени на подготовку абсолютно нет. Ваш electronic assistant с очень таким электронным голосом, после некого введения в ситуацию, сразу же напрямую начинает спрашивать, то есть у вас нет никакого визуального подтверждения тем вопросам, которые вы будете слышать в динамике, ну или в наушнике, да, вы в гарнитуре сидите, и на каждый вопрос у вас 40 секунд. Максимально количество баллов 5, но это все еще у нас с вами базовый уровень, то есть вы должны справиться с этим заданием, мы не отдаем наши кровные 5 баллов для того, чтобы все у нас было хорошо в дальнейшем. Честно скажу, что в этом году, ну в этом календарном году, в прошлом учебном году, во время работы экспертной комиссии для меня было прям вот одним расстройством ставить, выставлять уже в итоговые протоколы количество баллов, которые ребята получали за ответы на вопросы. Когда ввели это задание в место описания картинок, которое было раньше, сказали, ой, какая вообще легкотня, все сдадут замечательно, к сожалению, нет, потому что не сформирован такой навык, как самоконтроль при устном ответе. Это также получается при максимальном количестве тренировок, пересказах, ответах на вопросы, постановке вопросов, то есть когда, чем больше вы тренируетесь, говорить и слышать себя, тем больше вы себя тормозите и регулируете. А когда, что называется, Остапа понесло, то и понесло на количество ошибок, и после единственной ошибки я уже могу не слушать ваш ответ. После единственной ошибки из тех двух фраз, которые вы должны дать в ответ на вопросы. Ну, давайте разберем конкретно, да, то есть вы отвечаете Electronic Assistant. Да, вам изначально бывает предложена тема, то есть мы можем немножечко уже во время его вот этого всего введения, которое будет одинаково во всех случаях, настроиться, да, здесь мы с вами настраиваемся на тему Favorite Food to discuss teens Favorite Food. Темы, опять же, мы смотрим в кодификаторе, да, и ожидаем, ну, то, что связано с вашей обыденной, обычной, ежедневной, повседневной жизнью. Хотя в тренировочных тестах встречаются и вопросы про улучшение экологической обстановки в вашем регионе или что вы думаете про онлайн обучение и какие минусы и плюсы, то есть, ну, как-то редко мы об этом говорим в жизни, но на экзамене, видимо, придется вспомнить эти темы, да. Так вот, смотрите, первый вопрос, первый вопрос, what is your favorite food? Why do you like it so much? Can you cook it? Это все. Первый пункт, он состоит из трех вопросов. Скажите, и что делать? На какое отвечать? Я вам отвечу. На все три. На каждый из этих вопросов вы должны дать полноценный полный ответ. What is your favorite food? My favorite food is Bosh. К примеру, why do you like it so much? I like it so much because да, но я сейчас в удобной позиции, согласитесь, я сижу, я эти вопросы прекрасно вижу, я могу по очереди на них отвечать, либо я вам задаю их поочередно, а на экзамене вы услышите и здесь самое-самое главное, что нужно запомнить один раз. Больше нет никакого повтора. вы услышите только один раз данные вопросы и должны будете в течение сорока секунд подумать, что ответить, да, правильно, как ответить, что-то там, как-то здесь, параллельное, ну ладно, и дать правильный ответ, состоящий из двух, трех, можно четырех фраз. Почему мы говорим сейчас о трех и четырех фразах? В зачет у вас идут две фразы, да, две фразы, но согласитесь, здесь ответить на три вопроса вы не сможете двумя фразами, потому что каждый из этих полноценных отдельных вопросов требует полноценного ответа. Нельзя сказать борщ, it is tasty, yes, I can, ответила, ответила, но не в рамках экзамена. На экзамене мы ждем полное, то есть подлежащее, сказуемое дополнение или подлежащее, сказуемое, и дальше, если есть why, то развернутая аргументация. Пусть она будет простой, пусть вы забыли слово delicious, пусть вы забыли be true, да, because be true is my favorite vegetable, свекла, да, на всякий случай, чтобы вспомнили, мы можем этого не сказать, но мы должны ответить на каждый из этих вопросов, и каждый ответ должен быть правильным, четким с точки зрения грамматики, лексики, фонетики и содержания. Поэтому, наверное, вам понятно, почему я с такой печалью ставила вместо пяти баллов, да, за такое легкое задание, всего один, а были даже ноли, потому что ребята начали отучать и либо забывали, о чем их спросили, либо увлекались своими идеями, что характерно для вас, для вашего возраста, для ваших полетов мыслей, и напрочь исключали грамматику из своего ответа. Внимательно слушаем, вслушиваем вопрос. Первый вопрос понятный. Смотрите, второй. Have your food preferences changed over time? Why or why not? Никого не интересует сейчас, если вы ответите I like борщ. Опять вы вернулись к этому борщу, да, because when I was younger, my granny used to cook wonderful, this wonderful soup, к примеру, да, смешали и настоящее время, и прошедшее время, вы не дали ответ на первый вопрос. Have your food preferences changed over time? То есть, мы должны с вами сказать, да, раньше вообще супы ненавидел, только бургеры ел, а сейчас понимаю, должен быть здоровым, крепким, сильным, и так дальше, да, сильным, здоровым, красивым. поэтому yes, my food preferences have changed, можно не добавлять over time, но я буду ждать от вас present perfect. Дальше, пожалуйста, вы можете говорить I used to love or I used to eat, и дальше то, что я ел раньше, или now I prefer soups, but when I was little, I hated them, да, ради Бога, дальше вы строите уже предложение так, как вам будет удобно, но начало вы должны взять present perfect. Если я не услышу этого ответа, вы уже получите 0, потому что один из вопросов будет неотвечен. Дальше, do you think your favorite food is healthy? Is there any unhealthy food that you like? Вас возвращают к первой идее, которая у вас была о favorite food. Да, ребят, еще вот что я хочу отметить, что так как вы эти вопросы слышите, даже вообще не видите впервые, ничего страшного, если в каких-то случаях вы повторите либо ту же самую идею, либо ту же самую лексику. Мы за это не наказываем. И также забыла сказать выше, что если вы повторяете одну и ту же конструкцию при постановке вопроса, например, what is the location или what is the minimum age и так дальше, мы тоже не наказываем за однотипные вопросы. Главное, чтобы они были по сути и правильными по грамматике. И здесь то же самое, если вы будете этот борщ повторять в каждом из соответствующих ответов, ради бога, значит, вы его так любите или очень голодны. Дальше, то есть I think is there any unhealthy food that you like? Тут можно ответить no, there isn't any unhealthy food that I like. I never eat fast food. К примеру, пожалуйста, можете говорить правду, можете неправду говорить, то, что вам удобно, то, в чем вы уверены, какую грамматику и лексику вы знаете. Никто не пойдет вас проверять на лжи. Следующее. How often do you eat your favorite food? Would you like to eat it more often? Посмотрите, какие ловушки здесь есть. How often вы должны услышать, да, как часто, а дальше второй вопрос. Would you like to eat it more often? Хотели бы вы ее есть чаще? Если вы скажете and I can eat it more often, к сожалению, я тоже буду вынуждена этот ответ не засчитать, потому что я не спрашиваю про вашу возможность это делать сейчас, да, или про то, идите вы ее часто или нет, вот, более часто, а хотели бы вы есть ее часто, я хочу вот этот именно грамматический образец услышать у вас в ответа. Поэтому would you like yes, I would, I would like to eat it more often, or no way, I wouldn't like to make my mom cook this борщ for hours every day, no, only at the weekend, что-нибудь такое, да. Вы, кстати, поужинали или пообедали хотя бы? Ну, налейте себе чаек, пока вы наслышаете, бутербродик, постарайтесь сделать его healthy, с огурчиком, возможно, да, а то идут что-то у вас про healthy and healthy food, а может, у вас в последний раз еда была во время завтрака с семьей. Так, и последний вопрос. Is there any food you dislike? If yes, why do you dislike it? Да, то есть, смотрите, вопрос такой, что, пожалуйста, вы можете ответить, и no, there isn't any food that I dislike. I like any well-cooked food made of or prepared with fresh products, with fresh ingredients, да, к примеру. Пожалуйста, вы можете не говорить, что вам что-то не нравится. Можете сказать, что да, есть такая еда, есть такое блюдо, но только пожалуйста, как я говорю, не зарывайте себя глубоко-глубоко своим ответом. Вдруг вы забыли, как называется именно то блюдо, и у вас включился, ну, такой ступор, а как же это на английском? Ну, и скажите porridge, или скажите борщ. Ну, понятно, если вы скажете выше, что вы его любите, а ниже, в самом конце, что вы его ненавидите, как-то будет нелогично. Хотя я не должна вас за это наказать, но придумайте помимо борщ что-нибудь еще, например, porridge, или tea with milk. Очень легко, легкое сочетание, хотя, возможно, вы вообще никогда его не пробовали. То есть, если вдруг ваша реальная еда, которую вы не любите, называется как-то сложно, не мучайтесь, не теряйте драгоценное время и свои нервы, скажите другое и объясните because nobody knows how to cook it well or because it is only fresh by the sea, if we talk about seafood. Те, кто пробовали, да, морепродукты у моря, они абсолютно другие, как та же рыба вблизи реки или моря, чем то, что мы здесь с вами можем купить даже в самом хорошем магазине. так, ну вот насколько возможно даже национально где-то я прокомментировала третье задание, да, опять возвращаясь к этому слайду, хочу сказать, что если, ребят, вы опять же сделали ошибочку, ничего страшного, просто повторили эту фразу заново и она будет зачеркнут, то есть даже бывали такие ответы, что ребенок ошибался, потом какое-то время проходило, мы слушаем все 40 секунд, мы ждем, что вы там еще можете сказать, не переживайте, мы не перематываем, мы ставим на ускоренный режим, потому что лето, солнце, хочется отдыхать, нет, это наша работа, наша ответственность перед самим собой, перед вами, перед комиссией всей, мы слушаем все эти 40 секунд, поэтому если вдруг вы что-то вспомнили или посчитали, что там ошиблись, придумали новую фразу, пожалуйста, добавьте, она будет вам зачеркнут, но главное не испортите сами себе, да, ту ситуацию, которую уже наговорили до этого, и помните, говорилось, что легко ошибиться, посмотрите, пожалуйста, вот список ошибок, которые, если вы даже чуть-чуть вправо-влево, если в каком-то из этих пунктов вы ошиблись, но все идеально ответили, я не смогу поставить вам положительный балл, если это ошибкой в ваших двух предложениях, то есть вы сказали два предложения, две фразы, и в любой из них по какому-то из этих критерий вы ошиблись, я буду вынуждена не засчитать ваш ответ, поэтому говорим немного, по сути немного, то есть две, три, максимум четыре фразы, но советую три, да, чтобы мало ли, если первая вдруг у вас ошибка или вторая, то третья хотя бы вас вытащит, спасет вас, но не заполняет все 40 секунд ответом, договорились? И очень тщательно проверяем, а знаю ли я вот эти все правила, умею ли я их применять по делу и в нужной форме. Подготовка опять та же самая, да, выучить базовые грамматические правила, смотри приложение гемоверсии, ну вот оно у вас здесь на слайде. И последний entry test, кстати, тут недавно пересматривал тоже вебинар коллег, а да, извините, по предыдущему блогу есть какие-то вопросы? Да, Валерия, добрый вечер. Можете, пожалуйста, сказать, как правильно произносить российские города, по-английски или все-таки по-русски? Отвечаю на вопросы, ну если смотрите, если это Москва, да, ну понятно у нас есть такой вариант, Москва, Сайн-Питтесберг, Перм, да, если это какие-то такие диковинные города, но произнесете какую-то вятка, да, как вот ее еще можно произнести, вятка или вятка, не знаю даже, если, а в каком случае вам нужны, Валерия, вот российские города, изобилие российских городов? Ну, может быть, вопрос в интервью про родной край или город? Ну, назовите те, которые звучат универсально, да, там, что у нас в крае, Чайковский, Березники, да, ну назовите с русским акцентом, ничего страшного, я же тоже себя называю Оксана, а не Аузана, да, то есть меня они так назовут, ну ладно, бог с ним, так что по поводу русских городов, и вы здесь вольны сами строить свой ответ, поэтому, если не уверены, избегите этого слова, да, назовите другое, ну как я сказала, забыли вы, что там, запеканку творожную, ну вот все, вот вылетело, или рогу овощную терпеть не можете, да, вылетел, будете сидеть и мучиться, скажите поридж, что вот она вам не нравится, и ладно, то есть, если вот в этом будет камень преткновения, и вы будете мучиться, зачитает, не зачитает, скажите какое-нибудь другое, высва, я уверена, что березники, ну хотите своей малой родиной, ну тогда надо узнать, как она правильно произносится, а мы проверим, если вдруг вы как-то там исказите, мы посмотрим по словарю, так это не так, если мы что-то слышим, что мы не знаем, как звучит, это не значит, что этого нет, мы имеем возможность взять словарь, посмотреть, или наши руководители имеют возможность выйти в интернет, мы сидим тоже без всяких средств связи, тоже под камерами, весь свой рабочий период, у нас есть только бумажные разрешенные словари, и работаем с вашим интерьером, так что проверим, ничего страшного, может, новый город какой-то там называют, так, давайте все, то есть аккуратненько, по сути, без ошибок, да, стараемся произносить все, проект, проект, за который вы можете получить, да, кстати, я забыла вам задать вопрос, сколько баллов максимально, первичных, да, мы опять, молодцы, 10, молодцы, прекрасно, 10 баллов, да, я на это уже обращала внимание, проект, мы должны с вами успешно выполнить это задание, да, это монологическое высказывание, частично спонтанное, потому что все продумать за две с половиной минуты, ну, бывает невозможно, вы хотя бы план накидаете, да, идеи для своих ответов и проверяет вот эти все наши умения, привести аргументы, примеры для своего ответа, рассуждения, верно использовать в грамматической конструкции средства логической связи, все это учитывается, время, я уже забежала, идет две с половиной минуты подготовка и три, вам вообще повезло, ребят, вы сейчас и пишете подольше на 10 минут, чем предыдущие поколения, да, с того года стали больше писать, и говорить-то можно три минуты, то есть красота, смотрите, как нам чуть-чуть расширили время для экзамена, что очень важно, 10 баллов, и это продвинутый, высокий, повышенный уровень сложности, B1, B1+, даже B2, мы от вас готовы ждать, и посмотрите, здесь, вот на этот слайд, я его не увеличила, я сохранила в таком вот сжатом варианте, обратите, пожалуйста, внимание, опять же, я его взяла не из каких-то, только мне тайных источников, все открыто, все на сайте FIPP, пожалуйста, заходите, изучайте, анализируйте, это критерии оценки проекта, да, вашего ответа по четвертому заданию, смотрите, в каком случае вы можете получить четверку, вообще задание повышенной сложности наказывается очень-очень строго, то есть, если вы буквально какой-то один пункт не доделали, сделали не идеально, вы уже вот эту вожделенную четверочку не получите, да, то есть где-то там аргументацию не дорассказали, где-то, возможно, описали как-то, ну, недостаточно, или вообще какой-то пункт исключили, то есть тройка, мне кажется, 9 баллов получить, ну, более реально, чем 10 баллов, 10 получают просто какие-то уникальные личности, то есть критерии, пожалуйста, смотрим в демо-версии, да, в конце демо-версии, не поленитесь, промотайте, мы обычно демо-версию уберем для того, чтобы увидеть задание, да, вот так оно выглядит на сайте FIPP, и таким же образом вы будете видеть, мы видим обычно черно-белую картинку, то есть нам, не пишите, пожалуйста, желтая кофточка, более какая-то там открытая, чем розовая кофточка, вернее, не пишите, не говорите нам, да, мы это никогда не увидим, у нас черно-белый вариант, у нас с бумажными листочками мы работаем, а вас на компьютере слушаем, а весь материал у нас на бумаге. Так вот, значит, формулировка этого задания в этом году немножко поменялась, это, можно сказать, единственное задание, которое поменялось в 2023, все остальное осталось из того суперперекроенного проекта 2022, то есть нам стресса прошлого года, мне кажется, всем хватило, поэтому мы сейчас видим также 4 пункта, но они немножечко по-другому сгруппированы, в отличие от прошлого года. В первом нам нужно что? Explain the choice of the illustrations for the project by briefly describing them, briefly, это ключевое слово, and noting the differences, отметив, и здесь обращаем внимание на слово differences, то есть explain the choice, мы объясняем выбор, не просто говорим, ой, какая классная первая картинка, и вторая вроде бы ничего, а объясняем, почему мы выбрали эти иллюстрации для нашего проекта. Как я говорила, направлено всегда коммуникативное, то есть вы делаете проект с другом, поэтому обращенные встречи, чуть пониже я об этом еще раз вам скажу, называем проект, его название, и помним о том, что я эти фотографии не рисовала и не снимала, я их где-то подобрала, нашла на сайте, в журнале, еще в каком-то другом доступном источнике. You have found some illustrations, and leave a voice message. Кружочки, если в теме, если в телеграме, то вы понимаете, что такое, меня мои дети научили посылать кружочки, отправлять кружочки, и вот я такая сейчас чуть-чуть в вашей теме тоже нахожусь, то есть представьте, что вы отправляете кружочек, и вот за три минуты объем этого кружочка вы должны все эти пунктики открыть. объясняем, значит, описываем кратенько и даем различия, дальше, упоминаем, это все первый пункт, ребят, связан с картинками, которые у нас здесь, а второй и третий пункты, как и последующий, четвертый, уже связаны, посмотрите внимательно, types of shopping, то есть не с картинками, про плюсы и про минусы, ни в коем случае, если вы начнете говорить, что плюс в этом, что тут такая красивая семья, у них такая удобная корзинка, вообще супер ходить, одна мечта всех мам с таким замечательным папой, чтобы он нес вот эти все повозки, да, до дома, а не она однобедная весла. Нельзя так говорить, потому что вам нужно говорить про оффлайн-шоппинг, а не конкретно про эту замечательную семью с прекрасной тележкой. Понятно? Вот это одна из самых важных ошибок. Если вы здесь ошибаетесь, вы можете потерять, ну, минимум балл, если вообще будет засчитан ваше преимущество, которое вы должны быть назвать. Понятно? Ну, хотя бы там, не знаю. Кивните, поставьте галочку о том, что понятно, о чем я говорю. Если не понятно, скажите, мы не поняли, о чем вы. Ага, спасибо. То есть мы не говорим о преимуществах картинки и недостатках картинки, а о преимуществах покупки в настоящем магазине и преимуществах покупки онлайн. А в следующем абзаце, да, нашего высказывания, мы говорим о недостатках покупок в магазине и недостатках, в реальном магазине, да, и недостатках покупки онлайн или покупок онлайн. Не обязательно, что вот именно в этой конкретной ситуации, в этой сети, а вообще, какие могут быть недостатки, да, онлайн-шоппинга и какие недостатки вот оффлайн-шоппинга. И последним пунктом вы должны express your opinion on the subject of the project. И смотрите, здесь очень внимательно смотрите на то, о чем вам нужно express your opinion, потому что не нужно говорить о шоппинге вообще. Вам зададут конкретный вопрос. Which way of shopping you prefer and why? И, ребят, вам нужно будет определиться which way, то есть не сказать, а знаете, мне что бы нравиться, я иногда то использую, иногда это, и как замечательно жить в современном мире, что у нас такой замечательный большой выбор. Нет. По условию игры, которая называется ЕГЭ, мы с вами должны выбрать только один вариант. То есть я вообще предпочитаю оффлайн because I can taste something myself, I can touch, I can feel the texture, I can put and try on the clothes that I would like to buy in a real shot, да, к примеру. Или Oh, no, never, never offline, definitely I prefer online because I save much money, I save much time, and it's so convenient, and you know, I'm very lazy. Ну, why not? Можно и так сказать. Понятно, да? Никто вас не будет показывать за то, что вы признали, что вам лень ходить еще на улицу. Или наоборот, что вы с компьютером на вы. То есть мы смотрим вот на эти пункты в конце, в четвертом, да, задании. Which you prefer? Вы предпочитаете. Почему? Я обращаю внимание на это. Давайте пропустим некоторые вот пунктики. Сейчас я покажу, что я имею в виду. Смотрите. Опять же, да, у нас другая ситуация, другие комментарии, побольше различных тут ссылочек, которые тоже включены в презентацию и формулировка express your opinion, то же самое, on the subject of the project, то же самое, но смотрите, weather, тут правда ошибка в этом слове, у того, кто эту презентацию мне предоставил, так что weather пишется по-другому, да, вы помните, W-H-E-T-H, я не успела настраивать, поэтому приношу извинения. Whether you would like to travel alone and why, да, здесь у нас с вами would like, хотели бы, да, whether you would like, сейчас я в чат, в третьем задании тоже нельзя давать неопределенный ответ, не знаю, не могу определиться. В третьем задании лучше не давать, ребят, лучше не искушать, давайте так, не знаю, не могу определиться, мне сложно, лучше и в третьем задании быть конкретными, хорошо? То есть будьте всегда уверены в том, что говорите, да, не могу, да, не люблю, да, люблю, лучше так. Хотя в третьем задании оно более свободное по форме, да, если вы сможете аргументировать, что у вас нет такой нелюбимой еды, да, так вот у нас было, то пожалуйста, наверное, не наверное, а можно будет, мы зачтем, если вы все правильно сформулируете. Здесь, здесь, would you like to travel alone and why? Смотрите, здесь мы с вами сравниваем, да, путешествие в одиночестве и с группой туристов. и когда вы говорите и приводите свои аргументы, то если вы не хотите путешествовать одна, один, то вы не скажете You know, I would like to travel with a group of students. В ответ сразу же так говорить нельзя. Вы после того, как вы скажете No, I wouldn't like to travel alone because I'm afraid to be alone at new places, at new locations. I'd prefer traveling with a group as a result. То есть, если вы уйдете от I would not like to travel alone и дальше сделаете мостик, переход на то, что вам не хочется путешествовать одной, потому что страшно, потому что теряетесь, да, и, конечно, мне безопаснее было бы с группой, тогда это будет замечательная аргументация. А если вы сразу же здесь из огня до колымя скажете You know, I would like to travel with a group. Извините вас, тут никто не спрашивает. Вы либо одна, либо вообще сидите дома и никуда не поедете. Да, может быть, так поставлен вопрос. Понятно? То есть, мы всегда идем по тому сценарию, который нам составили, нам написали, ребят, мы не создаем свой ответ, мы идем по тем шажкам, которые нам проложили. Это специально. Помните, я говорила, что мы знаем про подводные камни? Вот они. Вот это would like, а в предыдущем где-то у нас prefer, видите, о чем я, да? Would like, а тут prefer, и еще один слайд я вам подобрала. Сейчас, сейчас я найду. Вот, смотрите, как еще может звучать четвертое задание. You preferred at school. Совершенно другая история. Там, я предпочитаю по жизни обычно, I would prefer, или I would like, я бы хотела, а здесь, смотрите, вы предпочитали школе, то есть, к вам обращаются, как к выпускникам, все, вы уже закончили школу, вы сдаете английский, как мне сегодня сказали, английский у вас чуть ли там не последний в списке экзаменов, да? Все, вы уже не ученики, вы взрослые, будущие, наши коллеги, студенты, минимум, абитуриенты. Поэтому очень внимательно смотрим вот на этот хвостик. Мы уже должны с вами заканчивать, уже почти закончить, да? Посмотрите, я пропустила здесь вот очень-очень-очень важную-важную вещь, как критерий оценивать, дополнительная схема оценивания. Пожалуйста, найдите ее в демонстрационную версию этой ТГ, ну или вот воспользуйтесь той, что у меня, и не игнорируйте, потому что это, вот согласитесь, очень-очень хорошая прямо подсказка того, что вы успели, не успели сделать в устной части, когда делали свое четвертое задание, да? Смотрите, объяснили, краткая иллюстрацию, поставили плюсик, молодец, дали два плюса о покупках онлайн, о покупках оффлайн, минусы, и вы сказали свое мнение, аргументировали, какие вы молодцы. Аргументировать мнение, ребят, нельзя фразой I would like to travel alone because I like I would like it, и все. Я поставлю вам полплюса, но это будет минус-балл в любом случае в итоге, да? Потому что, смотрите, вот это I would like it или because it would be comfortable, это не есть аргументация, это would like I would do it because it is comfortable или it would be comfortable это такая, знаете, универсальная шаблонная фраза, которую вы можете использовать в любой ситуации, согласитесь. Поедешь одна? Да, я бы с удовольствием, потому что мне бы было комфортно. Будешь ездить с друзьями? Да, я бы с удовольствием, мне было бы комфортно. Да? Будешь суп? Конечно, я буду суп. Ты предпочитаешь бургеры? Да, потому что мне это нравится. Это не аргументация в полном понимании, как мы от вас ждем. Мы ждем раскрытой аргументации по сути, по делу. Ну, здесь вот логические связи, грамматика и так дальше. Посмотрите очень внимательно, хорошо, вот на эти слайды, чтобы обратить внимание именно на те пункты, о которых нужно говорить. Здесь я также включила ну, вот такой слайд, где написано, что вступление и заключение, то есть hello, Дима, I have found two nice illustrations for our project Mass Tourism and I would like to describe and comment on them. И пошло все по вот этому плану. И в конце обязательно that's all that I wanted to tell you about these two illustrations suitable for our project. I am interested in your opinion. Please let me know what you think. все заключение обязательно. Если нет и того и того вы теряете балл, если хоть одного из них нет, вы сразу теряете балл. Обязательно вот прям такие бомбочки, да, вступление, заключение и критерии. дальше здесь есть некие подсказки вам, да, то есть вы посмотрите, есть некая одна из моделей того, как можно сделать это высказывание, тоже посмотрите, да, изучите уже более подробно. Если у вас есть свои какие-то уже заготовки с преподавателями, отлично, нет единого шаблона, который вы обязаны использовать. Это все вариации по заданию, да, то есть моя подготовка описания картины, фотографии, беседы с друзьями, активное участие в дебатах, дискуссиях в школе, спонтанно идет какой-то фильм, ага, а плюсы в этом в чем, а минусы в этом в чем, прямо тренируем свой мозг, чтобы он был такой гибкий, да, гибкость ума, она отражается и на языке, тем более на иностранном языке. Ну вот, я так быстро-быстро-быстро закольцевала, но у вас будет очень хорошие примеры, ребят, поверьте, это очень достойные кейсы из одного сайта, которым тоже потом могу поделиться, вопросы, вижу, кто-то там уже написал, можете подробно рассказать про описание различий. Про описание различий, ребят, ну в рамках вот этого, я думаю, что вы же занимаетесь раз вы открытый университет, да, то вы попросите, пожалуйста, вашего преподавателя, чтобы вот вы именно поработали над отличиями, то есть отличия должны быть соответствовать теме, то есть если мы говорим про путешествия одна или с друзьями, то по поводу доступа, сейчас, Егор, на вашу тоже прокомментирую вопрос, одна или с друзьями, значит, вы не говорите, что у нее шортики, а у него штанишки, да, здесь мы видим девушку, она одна, она в лесу, что там, она путешествует с рюкзаком, да, видно, что ей тяжело, а на другой картинке мы видим группу туристов, весело улыбающихся, снимающих, да еще и гид с ними, смотрите, как здорово, вот в этом отличие, да, мы, есть такое понятие релевантное, относящееся к теме отличия показываем, ну вот, например, такие варианты тоже могут быть, при описании, вот тут вот я говорю, вы прочитаете, по поводу доступа к презентации, я думаю, что да, я думаю, что да, потому что наш вебинар с вами сейчас непосредственно записывается организаторами, и у вас будет возможность, по поводу презентации, ну, я ее уже организаторам скинула, если у вас есть там какой-то ресурс, где вы, в общем, все это получите, ради бога пользуетесь, то есть я этим делюсь, угу, так, еще, да, полезные ресурсы, ребят, какие-то из этих ссылок активные, какие-то вы просто вставляете, здесь есть и очень хорошие аутентичные, такие как у англичанина, который готовит IELTS, именно по части speaking, тренировка аудирования, тренировка произношения, это бесплатный, есть и платный контент, я вам все дала бесплатно, замечательный ресурс, составленный нашим пермским преподавателем, знаю ее лично, очень уважаю, это онлайн-арт, возможно, вы знаете, speaking, Светлана Инглиш, это тоже коллега, но она не из Перми, и вот остальные тоже ресурсы, пожалуйста, Oxford Learners Dictionary, не доверяем всем тем ресурсам, есть особенно сложное слово для произношения, которые просто вот в Яндекс или Гугл, иногда они тоже помогают, согласитесь, но хотите прямо супер профессионально, вот Oxford Learners Dictionary, он не закрыт, я сама все проверяла, некоторые ресурсы, к сожалению, нам закрыли, но пока пользуемся тем, кто нам доступен, да, так, самое главное, смотрите, какую фразу я нашла на сайте FIP, она ведь вселяет нам уверенность, то, что мы с вами все успешно выполнили, потому что мы будем знать, какие задачи выполнять, исследовать предложенному плану и исправдаться с заданием на отлично, и в конце я бы хотела вам вот такие пожелания, иметь, что тут без всяких красивостей, вот, practice makes perfect, чем больше стараетесь, тем лучше все получается, да, small steps for the global goals, да, то есть все по чуть-чуть, но главное нужно делать, и вот траектория успеха, да, то есть возможно вам мои эти инфографики как-то тоже помогут, спасибо большое за внимание, извините, что задержала нас почти на 10 минут, жду ваши вопросы, предложения, рекомендации, замечания, спасибо большое, до свидания, Егор, спасибо вам, спасибо Мария, спасибо Лиза, угу, угу, там, колеса, там, Полина, там, угу, пожалуйста, надеюсь, что была полезная, и до встречи, и удачи вам в открытом университете. до встречи,